Почти у каждого европейца, имеющего компьютер, возникала такая опасная ситуация. По электронной почте приходило сообщение, раскрыв которое он получал в лучшем случае назойливую рекламу в худшем взлом банковского счета. Из-за кибератак бизнес потерял миллиарды евро, прекращали работу государственной службы, но готовятся новые меры против онлайн-мошенничества. В Европарламенте завершается разработка закона о защите пользователей интернета. Один из его авторов – либерал из Нидерландов Барт Грутхойс. Он предусматривает возможность контрударов по злоумышленникам. «Нам очень важно реагировать быстро и решительно, чтобы хакеры не предпочитали Европу как лёгкую добычу. Необходимо также улучшать и расширять меры безопасности. Нужно знать, что по всему миру, но особенно в Европе, во время пандемии произошло нашествие программ-вымогателей. Мы видели нападения на больницы и институты власти». По вопросу об обороне европейских сетей имеется редкое парламентское единодушие. Многие также согласны, что нужно усилить контроль за потоком информации. Эксперт французского цифрового альянса Йоанн Кассианидис уверяет, что дополнительных неудобств для общества это не создаст. Кибербезопасность ни в чём не ограничивает пользователя и не усиливает риск. Напротив, компании принимают решения и создают инструменты, которые укрепляют гарантии наших свобод. Поэтому очень важно наделить регулирующие органы полномочиями лучше нас защищать. «Отражение и нападение всемирной сети – это проблема глобальная, как её решают, например, Соединённые Штаты. Голландский евродепутат продолжает. «Мы инвестируем в кибербезопасность на 41% меньше, чем американцы. Нам нужно делать это больше и лучше. Важно противостоять конкретным угрозам, исходящим в основном из России. Опасно ведут себя также Китай, Иран и другие страны. Они пытаются проникнуть в наши сети, чтобы получить геополитический эффект». Мировые державы выясняют отношения между собой с применением уже не столько оружия, сколько компьютерных клавиатур. Жертвами этих конфликтов становятся простые пользователи интернета. Европарламент решил действовать на опережение, чтобы не проиграть в технологической войне.